Здравствуйте! Вы на канале Ярослава Фролова и сегодня новости. Сегодня у нас, дай бог памяти, 18 февраля 2019 года и сегодня хочу немножко рассказать про те события, которые происходят в нашем хозяйстве и вообще в нашей семье, ну и вот у всех, в нашем хозяйстве Фроловых. Давно кошек не показывал, да-да. Это у нас рыжая, которая мурка, ну как без котяток, давно котяток не показывал. Это рыжая мурка, ну иди-иди. Она живет в этом сарае, живет сама, пришла из дома, она домашняя кошка, родилась дома, но она сама сюда пришла и поселилась. Это ее, ай, дочка, дочку зовут Буренка. Буренка, да, туда говори, мяло. Буренка не знает дома, она там ни разу не была, она все, вот тут живет в этом сарае, тут 6 на 12, это ее территория. За время несения службы кошками у нас в сараях ни одной живности здесь замечено не было вообще. Ни мышек, ни крысок, ничего абсолютно, то есть кроме тех, кого нужно, здесь никого других плохих не было. К другим новостям. Сегодня снимаю вот из сарая, из коровника-козовника по одной простой причине. На улице жуткий ветер, там вот прям вот буран, пурга. Если получится, сейчас небольшую ставку вставлю, что там творится, там просто меня будет не слышно. Как же без друга-то? Да, друг? Где ты там жрешь? Лаешки. Лаешка, иди сюда. Иди сюда, мой хороший, иди. Витрина-то какой, да? Думай хоть. Теперь о нашем хозяйстве, что у нас происходит. За это время, с последних новостей, фактически ничего нового, вот у коз, у коровки ничего не произошло. Корова в охоту решила больше пока опять не приходить. То есть, то я же вам и рассказывал. То есть, она у меня 1 декабря, 25 декабря приходила в охоту. Наверное, приходило числа, получается, у нас какого-то там, 12 что ли, или 9 ли, января. Но приехал, когда семинатор, посмотрел, говорит, рано, и все. И, в общем, с тех пор мы не мычим, не телимся. Ну, вообще ничего у нас нет. С козами примерно то же самое. Козочки говорят, нам здесь хорошо, нас папа кормит, поет, уже не доит, не издевается. Но отражать никто не хочет, как вот у нас одна зайка родила, так и все. По сараю, как и обещал, чуть позже будет отдельный сюжет, то есть я продолжу там серию. Вот, потому что по сараю есть много что сказать, очень много моих ошибок, очень много того, что ночью, это я все потом расскажу. Единственное, что я могу сказать, что вот этот сарай, недостроенный абсолютно, он все равно выдерживает морозы. Это мне очень приятно, очень хорошо. Сейчас вот на улице ветер, и там что-то уже приближается к минус 10 градусам, здесь 6 градусов тепла. Причем это на уровне метра от земли, а тепло здесь все идет от земли, потому что здесь в основном теплые подстилки, укос. Так, по курам, я не помню, говорил, нет, в прошлом, в самом, в прошлом сюжете мы завели. Месяц назад, где-то не полтора уж месяца я привез, не слушай, доминант. Я, наверное, говорил уже про это. Никак они нормально нестись не хотят. Из 30, ну, одна погибла, поэтому 29 кур. Сейчас в сутки у нас идет около 12, 10-12 яиц. Когда мне продавали, мне сказали, что им 7 месяцев, они действительно молодые, то есть видно, что они молодые. И тут у меня зазвонил телефон. Кто давно смотрит, знает. Я снимаю, к сожалению, на телефон. Камеры у меня так и нет, потому что тратить деньги на камеру очень тяжело. Ну, вот, я снимаю на телефон. Так, вернемся, да, так я рассказывал про несушек, про доминант. Доминанты мне, честно говоря, не сильно понравились, потому что это вот такие небольшие яйца, по крайней мере пока. И их немного. Все-таки, наверное, следующих кур я буду заводить опять ломан-браунов. Вот, потому что они мне понравились больше. До сих пор старенькие ломаны несут огромные яйца. Там у старых уже 2,5 года несут огромные яйца. Ну, правда, через день, ну, собственно говоря, как эти. Все, так, по новостям, по новостям с курями я сказал, по мясным курицам там все понятно. Да, вот, самые главные наши новости этой вот последней недели. Вы же все знаете, что у нас есть питомник Russian Dog, питомник тибетских мастифов, питомник собак. И мы на этой неделе актировали щенков. То есть, что такое актировали щенков? То есть, когда щенкам исполняется по новому, вот, то есть, по положению, по племенному положению Российской экономической федерации, РКФ, когда щенкам исполняется 45 дней, мы берем щенка, его полностью осматриваем. Вот, на предмет, ну, здоров, не здоров, там, так далее, так далее, в общем, внимательно осматриваем. Клеймим, заводим на весь помет общепометную карточку, акт приемки этого, господи, помета. И на каждого щенка выдаем метрику щенка. Вот. Это первичный документ щенка. Потом, после 8 недель щенки прививаются, вот, 24-26 будет 8 недель, как раз мы будем их прививать. Ну, вот. У нас в этот раз получилось так, что, то есть, ну, так как я питомник, мы именно питомник, а не заводская приставка, то, что, вообще, кстати, если вы когда-нибудь будете покупать щенка, задайте вопрос тем, у кого вы покупаете щенка, скажите, вы питомник или заводская приставка? Потому что, чем это отличается? Об этом будет и на этом канале, и на новом канале, на канале канал Russian Dog. Я сделал отдельное, отдельное видео, но просто вот уж в новостях, раз заикнулся, скажу. Заводскую приставку может получить любой из вас, кто смотрит это видео. Для этого всего лишь надо купить племенную суку, девочку племенную, сходить с ней на выставке, на одну хотя бы выставку, получить оценку «Отлично!» Все, и подать документы через любой клуб, в РКФ, и отдать 4 тысячи рублей, вы получите заводскую приставку. Но вся работа, ваша кинологическая работа будет строиться только через этот клуб. Питомник, мы питомник, мы владеем не только заводской приставкой, но мы и осуществляем кинологическую деятельность. Мы являемся членами одной из федераций РКФ. Я уж не буду сейчас вам голову забивать. То есть мы сами актируем щенков, мы сами ведем племенную деятельность, мы сами работаем. То есть мы фактически, с точки зрения племенного разведения собак, мы на уровне клуба. Поэтому, собственно, мы именно в питомнике, в нашем актировали щенков, поставили наше клеймо. Потому что те, у кого заводская приставка, хоть они и кричат, что они клуб, что они питомник, все из себя, у них ставится клеймо клуба. У нас свое клеймо, именно наше, рашендоговское. Этим отличаются еще наши собаки. Ну, помимо того, что они огромные, красивые. Нет, ну, я ничего не хочу сказать плохого про всех остальных собак, не нашего питомника. Очень часто встречаются красивые, хорошие собаки. Действительно, да, так есть. Это хорошо, это классно. Чем дальше, тем больше их встречается на выставках. Это вообще замечательно. Я желаю, чтобы на выставки можно было приходить и видеть красивых, огромных, классных тибетских мотивов. Но я о другом. Мы полностью всех щенков сейчас оклемили, актировали, выписали им документы. Один щенок у нас уехал. Сейчас остальные щенки пока у нас сидят, ждут то, что владельцы... У нас все щенки забронированы, кроме... Ну, сейчас ждут переговоры, сейчас об этом чуть-чуть скажу. Вот. Щенки сейчас, пока сидят у нас, они привьются. То есть мы сделаем первую прививку. Через ветеринары, естественно, да, то есть все это будет правильно сделано. Вот. И дальше щенки разъедутся по домам. Двое или трое щенков останутся до второй прививки. Ну, грубо говоря, к первому апрелю у нас разъедутся все. Останется только наша Russian Dogger птица. И останется еще один щенок, который уезжает в Екатеринбург, ну, в мае там. Это была предварительная договоренность. Так вот, я хотел что сказать. Только что по сообщениям на WhatsApp, и мне сейчас обещали прислать на электронную почту, бронь на одного из щенков у нас снята. То есть после 24 февраля, если вы мечтаете о хорошем, классном, тибетском мастифе, кабелет красного окна, ну, рыжий. В документах вообще стоит золотой, потому что в стандарте породы есть понятие золотой, а все остальное в скобках. Красный, там, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Но основной цвет это черный, черно-подпалый, золотой и сайбл. О, Господи, как это по-русски-то? Сайбл, сайбл. Ну, не важно. Вот. То есть только четыре окраса. Все остальное там, придумки уже, это на совести других людей. Поэтому есть сейчас, вот, с 24 числа, если ничто не изменится, будет свободен рыжий, ну, так сказать, красный мальчик. Очень неплохой. То есть изначально он был небольшой, изначально был небольшой, но во время актировки мы увидели, что этот кабель, ну, он, скажем так, уже середнячок, вот такой. Ну, хороший кабель, он хорошо растет, самое главное. У него классный характер, он обалденный, и он даже, даже, я уже говорю, что он готов для выставок, в принципе, почему бы и нет. Поймал я. Жаркий, представляю вам. Russian Dog жаркий. Кобелек наш. Который сейчас уже далеко не махонький. Не самый махонький в помете. Вот такой красавец. Абсолютно красивый парень. Чего там такое? У меня пальцы в кадр попали. А, это нормально. Ты слишком высоко не поднимай. Ладно. Это в горизонт. Вот такой красавец. Russian Dog жаркий мальчик. Мама и папа своим помаши. Привет! Так, можно выставляться. Но ценник настолько демократичен, поэтому после 24-го числа звоните, пишите. Мой телефон, ватсап, все знают. 8-917-8-55-11-55. Переходим к следующим новостям нашего питомника. Ну, по большому счету, у нас вот... Так, что еще у нас в питомнике произошло за это время? У нас сейчас небольшая проблема, ну, собственно, как и у большинства людей, да, которые заняты сельскохозяйством, которые немножко не рассчитали свои силы или финансы, как мы, например, то есть у нас, ну, не было денег столько, чтобы закупить нормально сено. Вот, у нас почти кончилось сено. У меня кончились все квадратные тюки, это прямоугольные тюки. У меня... Был у меня НЗ два огромных этих... Как они называются-то? Стога, тюга, ну, сено. Вот одно колесо мы уже съели, второе колесо начали подъедать. Буквально где-то завтра, после завтра... Ну, завтра у меня развозка наших экологически вкусных продуктов по Казани. А вот в среду я займусь плотненько, уже надо будет покупать где-то сено, потому что мы до зимы, ой, до весны не додерпим. У меня сено осталось буквально на дней десять. Дальше все. Вот, на этой оптимистической ноте. Разрешите закончить. Иди сюда, иди сюда, распределяешься. Давай. У нас сегодня друг там прячется. Давай с тобой. Нравится наше видео? Нравится наш канал? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И удачи вам. До свидания. Скажи привет. Чего тут он? Вот он. Четырехглавый дракон. Четырехглавый дракон. Продолжение следует...